Mercedes-Benz закончил обновление E-класса. Финальную точку поставил заряженный AMG E63. От предшественника новинка отличается светодиодной оптикой, решеткой радиатора и обоими бамперами. В салоне из нового руль со сдвоенными спицами, а также свежая генерация мерседесовской мультимедийки. Двигатель остался прежним. Это 4-литровый V8. С этим мотором состыкована 9-ступенчатая автоматическая коробка, неординарной конструкции. Вместо традиционного гидротрансформатора инженеры AMG внедрили пакет мокрых фрикционов. Полный привод остался верен многодисковой муфте. Так что единственное трансмиссионное обновление это замена заднего механического самоблока на управляемый дифференциал. Прежде он полагался только старшей версии E63S. То, что можно измерить цифрами, то есть разгон, расход и максималка, никак не изменилось. Однако немцы пообещали более комфортную подвеску. Уверяют, что ради этого даже пришлось менять артикуляцию рычагов. В России обновленные AMG модели уже доступны для заказа. Но нам традиционно достанется только седан. Тогда как всего существует 4 вида горячих эшек. Это вдобавок купе, кабриолет и универсал. Заклятые друзья Мерседеса марка BMW оказалась чуть оперативнее. Рестайлинг седана М5 баварцы представили на несколько часов раньше. Самая заметная обновка спереди – это увеличенные ноздри, которые вдобавок обрели центральную перемычку. Сзади пересмотрен дизайн бампера и патрубков. А фонари, сохранив старые корпуса, получили новую светодиодную начинку. Интерьер изменился точечно. Самым заметным приобретением стали виртуальные приборы. А центральный экран нарастил диагональ до 12 дюймов. Кроме того, для управления ездовыми режимами добавлена специальная клавиша. Моторы и шасси стандартной Мки не изменились. А вот злому варианту под названием Competition перепали новые пружины и амортизаторы от модели М8 Гран-Купе. Также появился ездовой режим трек, в котором отключаются помощники, блокируется аудиосистема, плюс аварийка перестает моргать при каждом резком торможении. Кстати, к нам привезут только версию Competition, но в двух исполнениях, включая экстремальная M-Special. Российские дилеры уже начали прием заказов.